В первый день весны в Ивановской области стартуют международные соревнования по кроссу на снегоходах. О том, какие сюрпризы организаторы приготовили публике в этом году, журналистам рассказали на пресс-конференции. Откроют соревнования 1 марта в спорткомплексе «Олимпия». Вход на мероприятие будет бесплатный. Для посетителей с детьми будет организована детская зона, в которой будут находиться гувернеры и аниматоры, работающие с детьми. На мероприятии не будет алкоголя в принципе. Оно, я имею в виду, церемония открытия будет включать в себя несколько этапов, которые будут перекликаться с как непосредственно этим видом спорта, так и, ну, наверное, с еще одним приятным событием, которое наступает 1 марта – это приход весны. Горожане смогут насладиться выступлениями музыкальных групп и шоу экстремалов, а также попробовать себя в роли спортсмена. Прокатиться на снегоходах и квадроциклах. Завершит открытие фейерверк. Второй день соревнований пройдет уже в Семигорье, где состоятся квалификационные заезды. И, наконец, 3 марта стартуют сами международные соревнования. В настоящий момент получено согласование и одобрение на самом высоком уровне большинства национальных федераций. По участию в этих масштабных соревнованиях ожидается приезд в Россию лидеров сезона 2013 года. Заявки на участие прислали уже более 20 самых именитых гойщиков России и Финляндии. Сейчас на подходе ожидываем заявки команд Швеции, Норвегии. Идут окончательные переговоры с американскими спортсменами. Цена билета, как и в прошлом году, не сильно ударит по карманам ивановцев и составит в среднем 300 рублей. Изменился по сравнению с 2012-м только статус соревнований. Из-за разногласий с компанией-промоутером ФИМ «Снегокросс» утратил статус чемпионата мира. Дело даже не в деньгах, а в понимании. Потому что изначально у нас было назначено два этапа чемпионата мира в Иваново и в Москве. Когда мы не смогли получить разрешение на московский этап, то Юстриму это очень сильно не понравилось. Поэтому у нас и произошли разногласия. Но несмотря ни на что соревнования состоятся. Пусть и немного в другом формате. На зрелищность гонки, обещают организаторы, это никак не повлияет.